В трех предыдущих программах мы говорили о том, какое отношение к Таре, то есть к закону Моисея, орытается от нееврейских верующих в Ешуа. Сегодня мы поговорим о мессианских евреях, или точнее о евреях, верующих в Ешуа, потому что некоторые из нас называют себя мессианскими евреями, другие называют себя просто евреями-христианами и так далее. Мы не будем сейчас уточнять все эти разные определения. Мы сегодня поговорим вообще о евреях, верующих в Мессию Ешуа. Традиционная точка зрения такова. Если ты еврей, ты обязан соблюдать Тару. 248 предписывающих заповедей, 365 запрещающих и, если имеется в виду, конечно, только письменная Тара. Случевое слово здесь обязан. Понятно, что никто идеально не соблюдает, но нужно честно стараться, потому что ты обязан. Что на это можно сказать? С одной стороны, я не призываю евреев, верующих в Ешуа, жить именно вот с этой обязанностью. Соблюдать 248 плюс 365, то есть 613 заповедей письменной Тары. Почему? Потому что Шауль, он же апостол Павел, пишет в послании к кремлинам и в других своих текстах о том, что... Причем пишет очень ясно, что мы не под законом, в том смысле, что мы не под властью закона. Мы под властью Божьей доброты, Божьей благодати. Мы умерли для закона, чтобы уже принадлежать не закону, а Мессии Ешуа. Однако тут есть два момента. Нужно обязательно сделать две оговорки. Первый. Мессия Ешуа... Первая оговорка. Мессия Ешуа ведет нас своим Духом Святым к такому образу жизни, при котором, по крайней мере, важнейшие заповеди Тары, такие как любовь к Богу, любовь к ближнему, а также 10 заповедей, соблюдены. Понятно, опять-таки, что не идеально, но... А по мере того, как сам Ешуа дает нам свою благодать, тем не менее, истинный ученик Мессии Ешуа никогда не будет сознательно лгать, не будет систематически лгать, он никогда не будет воровать, завидовать и изменять своей жене. Это первый момент. Второй момент, или вторая оговорка. Без соблюдения заповедей Тары, в том числе и устной Тары, за тысячелетия рассеяния евреи просто растворились бы среди окружавших их народов. Иногда говорят, что не евреи хранили субботу, а суббота хранила евреев, и это действительно так. История показывает, что ассимиляция уничтожает наш народ бескровно и ненасильственно, но очень эффективно. И соблюдение заповедей Тары, если уж не единственный способ, которым Господь Бог сохраняет себе еврейский народ, то, по-видимому, один из главных. И поэтому я, вообще говоря, за соблюдение евреями, верующими в Ешуа заповедей Тары. И не только из таких практических соображений, как предотвращение ассимиляции, а и из принципиальных соображений. Но если вы ждете от меня заявление о том, что верующий в Ешуа обязан соблюдать Тару, то вынужден вас разочаровать. Такого заявления вы не дождетесь. Я считаю, что к соблюдению заповедей человек должен прийти не под давлением обязанности, или, что еще хуже, общественного мнения, а под водительством Святого Духа. Конечно, тут возникает масса вопросов. А какие именно заповеди Тары соблюдать? Только письменные Тары вообще, о чем мы говорим? О какой Таре? Только письменные или также и устные? А не получается ли, что вы втихаря вот таким вот образом ведете нас обратно под закон? Или, что еще хуже, вот таким образом вы втихаря ведете нас под власть раввинов? Раввинов, яростно отрицающих, что Мессия уже приходил, что Ешуа – это Мессия Израиля. И вообще, кто имеет право, если уж мы будем говорить о том, какие заповеди соблюдать, какие не соблюдать, кому дано такое право решать, постановлять такие вещи? Это каждый сам за себя будет решать? Или же у нас будет наша мессианская Аллаха? У нас будет какой-то коллективный авторитетный орган, свой мессианский Синедрион? Кто в него будет входить? Это будут наши, опять-таки, не знаем, как их звать, это будут наши мессианские раввины? Или это будут пастыря? В диаспоре лидеров мессианских общин называют мессианскими раввинами. В Израиле у нас пастыря, старейшины и так далее. В общем, тут много возникает разных вопросов. Что я хочу сказать, что прежде всего у меня нет ответов на все вопросы. У Господа Бога, наверное, только они есть. Но я, слава Богу, не Господь Бог. Поэтому у меня на все вопросы и ответы нет, но на некоторые есть. Например, я уже сказал, что не предлагаю вернуться под закон. Список заповедей не может нам с вами заменить живую личность Господа. В центре нашей жизни, на мой взгляд, если читать Новый Завет, это видно, по-моему, очень ясно, что в центре нашей жизни должен быть Он Сам и Его воля, которая не исчерпывается никаким списком, сколь угодно подробным. Я также не пытаюсь втихаря или в открытую протащить идею обращения в ортодоксальный или в какой-то другой официальный иудаизм и тем самым подчиниться авторитету соответствующих равинов. При всем моем уважении и к равинам, и к сторонникам идеи такой, жить под властью равинов, я считаю эту идею ошибочной, потому что, как верующий человек, я не могу подчиниться духовной власти того, кто не верит в то, что Ешуа Он Мессия, Сын Божий и воплощенное Божественное Слово. Это первое. Во-вторых, на мой взгляд, некоторые заповеди Тары сегодня уже просто не актуальны. И для того, чтобы это понять, по-моему, не нужно собирать Мессианский Собор, достаточно просто почитать Новый Завет. Я имею в виду, например, такие заповеди, которые касаются храма и храмового богослужения. Конечно, физического храма сегодня нет, поэтому заповеди соответствующие, они невыполнимы в принципе. Но даже если однажды храм будет восстановлен, я не думаю, что как евреи, верующие в Ешуа, мы поступим правильно, если пойдем туда совершать жертвоприношение. Почему? Посланник евреям говорит о том, что сегодня нашим первосвященником является сам Машех, сам Ешуа. И оно также говорит о том, что в отличие от крови тельцов и козлов, которые приносились в жертву в первом и втором храмах, согласно Тары, сам Ешуа принес в жертву себя за нас, и сегодня он очищает нас своей собственной, драгоценной и святой кровью. Кровь жертвных животных была действительно прообразом его крови, и сегодня, когда эти пророческие образы уже исполнены в нем, в этих прообразах больше нет никакой нужды. Они бездейственны, они неэффективны. И точно так же, как неэффективна, например, кровь тех цыплят, которым рубят головы в канун Йом-Кипур и крутят их над головой перед этим, религиозные евреи. То есть, если я сегодня не проделываю этот замечательный фокус с курицей, то с чего бы мне вдруг начать проделывать этот фокус с бараном во вновь отстроенном храме, если такой однажды появится. В-третьих, я также считаю неактуальными те заповеди Тары, которые противоречат букве и духу Евангелия. Что разве такие есть, кто-то скажет наверняка. Конечно, например, Тара дает принцип заповедь и принцип око за око и зуб за зуб. Нагорная же проповедь говорит, не противься злому, но кто ударит тебя по одной щеке, подставь другую. Тара говорит, люби ближнего, как самого себя, при этом их числа ближних некоторые люди совершенно категорически исключены. Например, об аммонитянах и мавитянах сказано так, не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки. Понятно, что есть соответствующая причина, плохо обращались с нашим народом, когда мы шли из Египта в нашу землю обетованную, но тем не менее, вовеки, не желай им мира и благополучия. А Ешио говорит, что в число ближних нужно включить всех людей, в том числе и врагов. Тара говорит, что брату-еврею деньги в долг можно давать, но нельзя давать под процент. Процент можно, впрочем, говорит Тара, брать с иноземца, то есть с нееврея. В Новом Жозавете иноземец, верующий в твоего Бога и в твоего Мессию, становится твоим братом по вере. И тебе заповедно любить Его так, как твой Мессия любит тебя. То есть, в принципе, быть готовым положить за Него свою жизнь. Поэтому разница есть в некоторых вопросах. Причем разница очень существенная. И видна одна. Видна эта разница невооруженным глазом. В то же время, нельзя сказать, что Новый Завет настолько новый, что вообще ничего общего не имеет с Тарой. Это тоже будет преувеличением. Потому что, читая Евангелие и Деяния, мы видим, что Ешио и, что самое важное, его апостолы, даже после воскресения Ешио из мертвых продолжали вести еврейский образ жизни. И никогда не поднимали вопрос о том, актуальны ли Тара для еврейских верующих в еврейскую Мессию. И сам такой вопрос прозвучал бы как нонсенс. Единственный вопрос, который стоял в их времена, это вопрос о том, что делать с неевреями, присоединяющимися к общине мессианской. Это означает, что дать перечни актуальных и неактуальных заповедей Тары для нас сегодня не так просто. Для того, чтобы решить, что актуально, а что нет, нужно разбирать каждую из них, каждую из этих заповедей. И пытаться понять, почему та или иная заповедь была дана изначально, то есть в каких условиях, с какой целью. И, что самое главное, как нам воспринимать ее сегодня в свете новозаветных реалий и в наших условиях. Простой пример приведу. Заповедь о цициде, то есть о кисточках по краям одежды. Она дана, эта заповедь в книге чисел, в конце 15 главы. «Сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам Израилевым и скажи им, чтобы они сделали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, то есть во все поколения, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, птильхели так называемые. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Смысл этой заповеди здесь растолкован очень хорошо. Кисти с нитями из голубой шерсти нужно носить не просто, потому что «я так сказал и все», то есть «ша», типа «я Господь говорю, не ваше дело почему, делай все, не надо тебе знать почему». Здесь есть объяснение. Эти кисти должны напоминать носящему их человеку о заповедях Божьих. Но с чем связана необходимость-то в таком напоминании, причем постоянном напоминании, необходимость связана с тем, что сердце и глаза человека влекут его, как здесь сказано, к блудодейству. То есть, если предоставить, другими словами, если предоставить человека самому себе, то он не будет испытывать влечение к Богу, его потянет в другую сторону, налево, так можно выразиться. Его естественное влечение, наше естественное влечение, пока мы без Бога, это влечение ко греху. Не обязательно к блуду, но в принципе ко греху, к измене Богу. Блудодействие – это совсем не означает, что мы хотим изменять нашей жене. Блудодействие в библейском смысле – это измена Богу прежде всего. И поэтому нам нужен внешний фактор, постоянно напоминающий нам о Боге. И что же в этой связи можно сказать о нас, о верующих в Ишуа? Новый Завет говорит о том, что мы рождены свыше и что мы являемся новым творением. Бог начал делать в нашей жизни нечто принципиально новое. Благодаря Мессии и вере в Него мы становимся причастниками божественной природы, как об этом сказано во втором послании апостола Петра. И поэтому соблюдение заповедей Божьих больше для нас не является чем-то абсолютно неестественным. Не то чтобы это уж нам совсем так легко и просто. Я не хочу удариться в другую крайность тоже. То есть мы все еще учимся жить по заповедям Божьим и соблюдать их. Но есть принципиальная все-таки разница, очень принципиальная разница между нами и между нерожденными свыше людьми. В нас, в отличие от них, обитает Святой Дух Божий, который влечет нас к Богу, который пишет Его заповеди на нашем сердце, на скрижалях нашего сердца, как об этом говорит Писание. И дает благодать, что самое важное, дает нам постоянно день за днем, минуту за минутой, по мере того, как мы просим и принимаем, дает нам благодать соблюдать эти заповеди. Мы все еще нуждаемся, безусловно, в напоминании об этих заповедях, потому что наше спасение это процесс, который еще не завершен. Но все-таки наши сердца сегодня уже не те, что раньше. Они, в принципе, влекут нас уже к Богу, а не к измене Богу. По этой причине, например, я не ношу цицид. Однако это не означает, что я против ношения одежды с цицид. Более того, по праздникам я иногда закутываюсь в талит, то есть в молитвенное покрывало, традиционное по краям которого есть эти самые кисточки. Я делаю это не столько ради напоминания о заповедях Божьих, поскольку у меня для этого есть священное Писание, которое я стараюсь читать каждый день, и Святой Дух. Но по той простой причине, что талит это не просто одежда, это не просто одежда с кисточками, это один из основных символов иудаизма, а я все-таки еврей. Я закутываюсь в талит во время пасхального ужина или во время других праздников, просто для того, чтобы напомнить себе и своей семье о том, что мы евреи. И то же самое можно сказать о субботе, о других библейских праздниках и о библейском кашруте. Мы стараемся, мы, я имею в виду прежде всего свою семью, но также многие другие верующие, еврейские верующие в мессии Ишо, мы стараемся соблюдать эти заповеди просто потому, что мы чувствуем призвание, мы чувствуем призвание жить по-еврейски. Садясь в пятницу вечером за субботний стол, на котором стоят две традиционных свечи и халы и плод виноградной лозы, мы не чувствуем себя несчастными, подзаконными и так далее. Конечно, также, кроме этого, нам подобный образ жизни открывает двери для благовестия нашему народу, которые иначе были бы закрыты. Иначе бы евреи, для которых еврейская традиция имеет хотя бы какую-то ценность, глядя на наш абсолютно нееврейский образ жизни, говорили бы то, что в свое время я услышал однажды, «Какой ты, Гольдберг?» – сказал мне один, кстати, верующий, когда узнал, что я понятия не имею о нашей традиции в силу советского атеистического воспитания. При этом, при всем я хочу подчеркнуть несколько важных моментов. Учитывая, что я за соблюдение Тары, я хочу все-таки подчеркнуть четыре важных момента. Во-первых, при всем при этом, самым важным для нас, на мой взгляд, должен оставаться сам Мессия Ишуа. По сравнению с ним, все остальное действительно ерунда. Если сравнивать. Я не говорю, что нужно сравнивать, но он на первом месте. Во-вторых, решение встречать в субботу, жить по библейскому календарю и придерживаться библейского кашрута, было принято мной не потому, что кто-то сказал мне, что так надо, что вот если я родился евреем, то я обязан так жить, иначе Господу Богу я не угоден, и так далее, и так далее, и так далее. Для меня это не тяжкая обязанность, для меня это добровольное решение. Решение, которое я принял в ответ на очень личное призвание Господа, которое я получил в Святом Духе на протяжении какого-то времени. Это второе. Третье. Поскольку это что-то очень личное, я не ожидаю, что все остальные верующие в Ишуа, евреи, будут жить точно так же. Хотя, конечно, я хотел бы, чтобы они жили таким образом. И, соответственно, я не сужу тех, кто в этом отношении меня не понимает и со мной не согласен. И, в-четвертых, я стараюсь не допускать того, чтобы все эти вещи, то есть мой еврейский образ жизни, описанный вот сейчас, чтобы это вносило какое-то разделение в тело Мессии. То есть, в мои отношения с другими верующими. Вот эти четыре момента, мне кажется, очень важно, чтобы они у нас были в поле зрения, если мы, как евреи, верующие в Мессию Ишуа, осознаем свое призвание жить по-еврейски и стремимся его исполнить по мере того, как Господь дает нам благодать. Спасибо. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова